Рад вас приветствовать! Давайте начнем, тем более что перед нами сегодня тяжелая задача стоит. Нам нужно поговорить о литературе собственно уже 20 века. Задача эта будет отчасти облегчаться тем, что произведения большинства авторов, о которых мы будем говорить сегодня, они есть в переводе на русский язык. Не всегда лучшие, не всегда там сильно хороший перевод, но они есть. По крайней мере, познакомиться с творчеством того или иного автора вполне возможно. Практически все переведены. Это первое, что нам облегчает жизнь. А второе, это то, что в целом современная турецкая литература, не хочу сказать копирует, повторяет те закономерности и тенденции, которые нам знакомы по европейским литературам, ну и отчасти по американской литературе, отчасти по русской литературе. Поэтому многие вещи будут вами узнаваемы, это, наверное, тоже будет совсем неплохо. Начнем мы, собственно, с начала 20 века, даже с десятых годов 20 века. Если помните, там был такой младо-турецкий, установлено младо-турецкое правление, младо-турецкий режим. При сохранении султаната. Был недолгий, ну недолгий, относительно недолгий период конституционной монархии. Потом Турция ввязалась в Первую мировую войну. В принципе, турки хорошие солдаты и воевали достойно и в Триполитании, и в Северной Африке, и в Месопотамии. Ну, достаточно вспомнить галлиполийскую операцию, когда турки опрокинули в море англо-новозеландско-австралийский десант. Кстати, именно во время этой галлиполийской операции, значит, впервые громко прозвучало имя Мустафы Кемаля Паши. Но тогда он был еще полуполковник, полугенерал, такой чин был промежуточный. А впоследствии он станет как раз и татюрком. Но именно он вместе с Лиманом фон Сандерсом, они как раз и защищали, если угодно, Дарданеллы во время галлиполийского сражения. А потом, по итогам Первой мировой войны, Турция столкнулась со страшным таким витальным вызовом. То есть, действительно, вопрос стоял о том, будет существовать эта страна на карте или не будет. Агрессия великих держав и не очень великих, типа Италии и Греции. Соответственно, оккупация столицы, оккупация значительной части территории страны. Предполагалось, что Турция, то, что от нее осталось, да, уже никакие там провинции, ни африканские, ни арабские провинции уже в расчет не принимались. Собственно, ядро турецкой нации, Малая Азия, предполагалось, что она будет расчленена на несколько государств. И, соответственно, Турция сохранится в качестве крохотного такого княжества, скорее, под управлением султана в центре Анатолии, то есть в центре Малой Азии, без выхода к морю. И тогда группа молодых офицеров, но уже опытных боевых офицеров, которые прошли и фронт Первой мировой войны, и карательные экспедиции в Месопотамии, в той же, они, если угодно, поднимают мятеж. Вот, были, конечно, части, которые были, соответственно, преданы их идеям, но в разных районах Анатолии действовали такие зеленые отряды, ну, типа партизанских отрядов, под предводительством того или иного харизматического лидера, да, которые, в общем, обороняли свои, если угодно, деревни, да, дальше не уходили. В кратчайшие сроки и жесточайшими методами Ататюркса товарищами из этих вот отрядов и из частей бывшей османской армии, вот, они сколачивают вполне боеспособную армию, которой приходилось воевать на два фронта. С одной стороны, они воевали с оккупационными армиями, прежде всего, с греческой армией, вот, а с другой стороны, были еще и силы, которые поддерживали халифа, султана, да, который еще правил, вот, вернее, ну, не правил уже, править было уже нечем, но, по крайней мере, имел место быть. Вот, они воюют на два фронта, успешно воюют, большую помощь, кстати, и винтовками, и патронами, и пулеметами, и даже полковыми типографиями. В это время республиканскому кемалийскому правительству оказался Советский Союз, вот, и золотом, в том числе и золотом. И существует, кстати, даже легенда, что решающая битва между, вот, республиканской кемалийской армией и греческой армией оккупационной, которая состоялась на реке Сакарья, вот, решающая битва, соответственно, что план этой битвы помогал разрабатывать лично товарищ Фрунзе, который в это время вместе с послом Ораловым, военным советником Ораловым, как раз был в Турции. В общем, греческая армия была разбита, после этого начались долгие, занудные переговоры. В результате, ну, появилась вот та самая Турция, которую мы знаем на сегодняшний день, республика, турецкая республика. Договоры довольно невыгодные были для Турции. Турция потеряла целый ряд провинций, которые относились, вот, так сказать, к корню, да, турецкой нации, вот, и именно поэтому у Турции до сих пор с сопредельными странами есть нерешенные территориальные вопросы, в частности, с Сирией, с Ираком. Ну, время от времени вспоминают еще и Карский, и Московский договор, срок которых скоро, 21-го года, срок которых должен вот-вот закончиться. Они, как бы, вечные договоры, но срок действия вечных договоров, это как пожизненное наказание, оно сокращается со временем. Вот, сто лет, и вот сейчас будет сто лет Карскому и Московскому договору, и не исключено, что могут возникнуть какие-то дополнительные, значит, переговоры, касающиеся определенных территорий. Дело в том, что именно по этому договору часть восточных вилоетов, которые были заняты в ходе военных действий Первой мировой войны, отошли, они были заняты русскими войсками, они были возвращены, Карс, Ардаган, да, были возвращены Турецкой, соответственно, республике. В результате Турция становится республикой, вот, со всеми вытекающими последствиями. Конституция, парламент, гражданское законодательство, политика секуляризации, вот, и так далее, и так далее. Султанат и халифат были упразднены, были упразднены. Вот, до сих пор есть эта интрига, связанная с завещанием Ататюрка, вот, что якобы там он что-то такое особенное сказал по поводу халифата. Он действительно неоднократно высказывался, но на сегодняшний день, так сказать, османский халифат, да, где халифами, повелителями правоверных были представители дома османов, на сегодняшний день его, соответственно, не существует. Естественно, вот эти вот события войны, они довольно сильно разделили общество. Часть интеллигенции, в том числе пишущие интеллигенции, предпочли остаться в оккупированной столице, в Стамбуле. Вот, ну и как-то приспособиться, ну, в этом смысле, вы знаете, что прав Саша Черный, что вместо русского интеллигента при сапоге околоточного лучше всего. Так вот, вместо турецкого интеллигента оказалось при сапоге оккупационных армий. У многих, не у всех, по счастью. Вот, а часть, соответственно, османской турецкой интеллигенции пробираются в Анатолию, присоединяются к кемалистам. И, естественно, после победы революции, после победы в национально-освободительной войне, именно те, кто вовремя присоединились к кемалистам, начинают играть наиболее заметные роли в литературной и в культурной жизни новой республиканской Турции. Вот одним из тех, кто, так сказать, пробрался в Анатолию и присоединился к кемалистам, был Якуб Кадрик Араус Манулу. Ну, по-своему, замечательный человек, он в детстве попал в кораблекрушение. Вот, и это, видимо, отложило определенный отпечаток на его мировосприятие. Его называли певцом упадка. Он написал порядка, ну, больше десяти романов, и каждый из этих романов посвящен тому или иному кризисному периоду в истории Турции. В том числе оккупации, в том числе национально-освободительной войне, там интригам времен конституционной монархии. Вот, позже, по своим убеждениям, он был, скорее, сторонник таких левосоциалистических взглядов. Вот, большую симпатию питал к Советскому Союзу. Он приезжал и выступал на Втором съезде советских писателей. Ну, вот это, кстати, опубликована его речь, где он громит, как он, там, болезненный индивидуальный стиль. Он сосредоточил свои громы и молнии именно на этом болезненно-индивидуальном, значит, стиле. Вот, он был близок к руководству Народно-республиканской партии, то есть победившей партии, партии Ататюрка. Вот, и возглавлял даже такое, я бы сказал, левое крыло в партии. Он редактировал и издавал такой лево-кималийский журнал, который назывался «Кадро кадры». Вот, сразу же после, так сказать, победы революции перед Турцией встало несколько вопросов. Вот, один из которых это отношение к Западу, ну, к Европе и к Западу прежде всего. Америка была немножко в стороне, в Турции даже действовала Вильсоновская лига, которая ратовала за предоставление на несколько десятилетий Соединенным Штатам мандата на управление Турцией. Вот, но, по счастью, из этого ничего не вышло. Так вот, соответственно, Якуб Кадри придерживался, еще раз говорю, левых взглядов и считал, что Запад однозначно враг, это вчерашний оккупант. Вот, ничего на Западе хорошего нет, и плевать на него 300 раз. Вот у нас есть Советская Россия, великая и могучая, вот, в случае чего поможет, и вообще все у них хорошо. Его очень интересовали планы такого культурного строительства в Советском Союзе. И не только, кстати, его. Многие турецкие литераторы и интеллектуалы пережили увлечение советской, скорее, практикой, чем теорией. Да, ну, впоследствии, соответственно, руководство Народно-республиканской партии начало придерживаться иных взглядов, что в Западе вполне можно видеть союзника. Вот, и Якуба Кадри на долгие годы отправили на дипломатическую службу за рубеж. Хотя были в ЦК партии горячие головы, которые требовали просто посадить его в тюрьму, судить и, может быть, и расстрелять. Вот, но, по счастью, этого не вышло. Так вот, значит, пожалуй, самым громким, шумным и любопытным романом Якуба Кадри является вот роман, чью обложку вы видите, «Я бан», «Чужак». Тоже, как я говорил, тема всегда кризисный период, это вот оккупация. Молодой офицер, потерявший руку в боях Первой мировой войны, возвращается в свою усадьбу, привозит туда свою библиотеку, бюст Сократа, все, значит, крутят пальцем у виска, думая, что это изображение Бога, которому этот офицер молится. Значит, вот он приезжает в деревню и начинает там агитировать крестьян, рассказывать им, что они турки, что у них должен быть голос крови, что Родина в опасности, надо браться за оружие. Ну вот, крестьяне второй раз крутят уже пальцем у другого виска и говорят, «Господин, слава Богу, мы не турки, мы мусульмане». Вот, то есть все его патриотические разговоры, они уходят, как вода в песок. И в результате, когда в, ну, этот небольшой городок должны войти греки, оккупанты, он, этот джеляль, однорукий офицер, надевает свой мундир с орденами, и на единственной улице этого городка один с обнаженной саблей встречает, соответственно, греческих оккупантов, естественно, гибнет. Вот, но это абсолютно сознательный шаг. Он считал, что только через жертву можно пробудить какое-то национальное патриотическое чувство в турецком крестьянине. Роман вызвал эффект такой разорвавшейся бомбы. Естественно, говорили, что все это неправда, все это нетипично, что турецкий крестьянин просто лучший патриот на свете. Но те, кто, так сказать, прошел фронты национально-освободительной войны, они-то знали, что на самом деле в романе в этом изрядная доля, изрядная доля правды. С легкой руки Якуба Кадри в литературе того периода турецкой возникает тема такой безответной жертвенности. То есть герои многих произведений жертвуют собой ради каких-то высших идеалов. И мужчины, и женщины. Вот рассказ, например, Ефрейтор Зейнеп, когда женщина жертвует собой, чтобы взорвать склад вражеских боеприпасов. И герои, которые с ней отправились на это задание, после взрыва им к ногам падает ее оторванная обожженная голова. И, соответственно, знаменательная последняя фраза этого рассказа «Так мы завоевали свободу». Еще раз говорю, вот эта тема жертвенности становится весьма и весьма популярной и распространенной в литературе того периода. Якуб Кадри позволил себе еще одну вольность. Он выпустил уже после победы революции роман Анкара о новой столице. В основе искания и нравственной, и политической искания некой дамы. В этом романе поднимается еще одна тема, которая тоже будет появляться в турецкой литературе. Это ненужность героев войны после того, как война закончилась. И вторая, и еще один поворот этой темы, что многие герои войны зажрались просто. Уже с жиру бесятся, встав во главе государства, там повредились головой. Но там есть персонаж, который все хочет, чтобы было у него в доме, как в Европе. И кто-то ему брякнул, что в Европе в каждой комнате стоит граммофон в доме. И у него в каждой комнате стоят граммофоны и играют постоянно. Причем играют разные. Вот домашним, значит, повезло. Поэтому понятно, что услали его послом сначала в Албанию, там в Тирану, потом, соответственно, в Германии был послом. Такой человек, да, особой любовью у руководства партии и страны пользоваться был бы не должен. Дама Халидеи Дипадевар. Халидеи Дипадевар. Одна из первых турецких тоже феминисток. Вслед за Фатьмо Алие, о которой мы вспоминали в прошлый раз. Женщина очень образованная. Ее отец был одним из министров при Авдул-Хамиде II. Довольно рано она примкнула к революционному движению. И, кстати, в отличие от многих и многих других, примкнувших, так сказать, к революции, и Халидеи Дип, и Якуб Кадри, они реально были в действующей армии. Ну, там батальоны в атаку не поднимали, но они участвовали и в работе комиссии, которая протоколировала зверство оккупантов. Они были авторами воззвания к жителям сожженных деревень. Они объездили и прифронтовую полосу, действительно, и на фронтах были. В том числе Халидеи Дип. Халидеи Дип, как литератор, прославилась еще до оккупации. В частности, до оккупации вышел ее роман «Ени Туран», то есть «Новый Туран». Это, ну, в каком-то смысле, да, такое пантюркистское произведение. Это мечта о создании, воссоздании, вернее, великого Турана, единой родины для всех тюркских народов. Потом в других ее романах эта тема тоже будет подниматься. Вот, и примечателен вот ее сборник, если видна, видна обложка. Да, Чикан Курт, волк, уходящий в горы. Чуть ли не впервые в турецкой литературе, именно в рассказах этого сборника, появляется образ серого волка, как символа единения тюркских народов, и как символа вот пантюркистской, соответственно, идеи. Холидея Едип написала и несколько романов о национально-освободительной войне, там и «Огненная рубашка», и «Убейте блудницу». Особенно роман «Убейте блудницу» любопытен. Дело в том, что Холидея Едип, опять же, чуть ли не первая, подняла тему сотрудничества с оккупантами сельских богатеев, так сказать, и мул сельских. И не случайно учительница, которая героиня этой книги, будучи обвиненной со стороны лавочника и местного мулы в том, что она сожительствует с командиром партизанского отряда, она как раз гибнет из-за этих ложных наветов. После революции Холидея Едип занимала довольно видное положение, но потом вынуждена была долгие годы провести тоже в эмиграции. Дело в том, что Ататюрк несколько попыток совершал создать в Турции не однопартийную, а многопартийную систему. И всякий раз, когда появлялась возможность создать какую-то новую партию, многие из турецких интеллигентов в эту историю вляпывались. Потом руководство страны решало, что вторая партия – это излишне, ну их всех. И, соответственно, те, кто уже успел вляпаться в эту идею, вынуждены были покидать родину, жить в эмиграции. Поскольку Холидея Едип была человеком широчайшей эрудиции, очень образованная, но она приспокойно преподавала и в Индии, потом в Соединенных Штатах, потом вернулась, преподавала уже в Турции. Около Истамбульского университета ей установлен памятник, уже пожилая дама, курящая. Так что, ну вот, Холидея Едип. Следующее поколение турецких литераторов, они, ну, так сказать, формировались в осознании, ну, как бы, такой реальности. Значит, у кемалистов была хорошая военная программа, да? Вот, более-менее у них была продуманная внешняя политика. Но ни одного из вопросов, которые стояли перед страной, собственно, вот, кемалисты не решили. Прежде всего, не был решен, так называемый, крестьянский вопрос, земельный вопрос. Вот, земли все больше и больше начинают концентрироваться в руках крупных латифундистов, крупных помещиков. Но это не вело к созданию современных, таких полупромышленных сельских предприятий, да? Вот, это вело к тому, что крестьяне вынуждены были просто арендовать землю, опять же, свои же вот эти крохотные наделы, да? Вот, и обрабатывать примитивными способами, что не приводило, соответственно, к счастью. Вот, доминирование одной партии и одного, ну, если угодно, такого политико-экономического уклада, да, не допускавшего, так сказать, больших колебаний вправо-влево. В общем, турецкую интеллигенцию тоже не особо устраивает. Вот, кстати, должен сказать, что вообще программа кемалистов, такая социально-политическая программа, вот, она не была каким-то открытием для Турции. Она была в значительной степени копировала программу молодотурок. Вот, с одним, но очень существенным исключением. Султанат упразднен, Турция-республика, вот, такого парламентско-президентского свойства. Так сказать, церковь отделена от государства, а школа от церкви. Вот, хотя, естественно, колоссальное влияние ислама на жизнь Турции и даже в крупных городах, не только в глубинке, сохранялось. И вот перед нами, значит, фотографии двух литераторов как раз 40-х, 50-х, 40-х уже 50-х годов. Сабахатин Али, человек чрезвычайно разносторонний и талантливый поэт, и романист, и новеллист. Вот, кстати, вот, видимо, вот, на мой взгляд, если не иметь в виду такой вот кино-телевизионный радио-юмор, то в турецкой литературе юмористические произведения всегда имеют такую сатирическую подоплеку. То есть они более сатиричны, чем юмористичны. Вот, и мне кажется, что немалая заслуга в этом вот Сабахатин Али, точнее, последнего его сборника рассказов, Сырча Кешк, вот, который, так сказать, ну и породил вот целую плеяду таких сатириков-юмористов, сатириков на первом месте. Самый известный роман Сабахатина Али, тоже есть в переводе на русский язык, даже в двух переводах, это роман Мадонна в Норковом Монто. Ну, тут нельзя говорить, конечно, о том, что это экзистенциальный роман, но определенный тип экзистенциального сознания в этом романе присутствует. Значит, как человек в силу своей мягкотелости, в силу своей, ну, так сказать, инертности и конформизма своего, просто профукал свою жизнь. Человек с колоссальными задатками, в том числе и художественными задатками, вот, превращается в такого, ну, так сказать, унылого обывателя. Унылого обывателя, и только его дневник, найденный после его смерти, его сослуживцем, показывает, какой это был тонкий, тонко чувствующий человек, вот, и как по-другому могла бы сложиться его жизнь. Тоже тема нереализованных возможностей, да, она будет в турецкой литературе в последующие годы множество раз повторяться и педалироваться. Сабахатин Али был убит провокатором при переходе в резко-болгарской границе, вот, спасаясь от ареста и чувствуя, что уже, соответственно, в Турции ему оставаться небезопасно, пытался перейти границу, но был убит провокатором. Ну, кстати, он и родился в Болгарии, в турецких районах. Саид Фаик, пожалуй, один из, ну, если не самый крупный, но один из крупнейших новеллистов 20 века в турецкой литературе. Человек своеобычный, начинал он в такой творческой манере социального реализма, вот, естественно, внимание к проблемам маленького человека, к его коричам, бедам, там, реальности и прочее, прочее. Но в конце жизни Саид Фаик все дальше отходит от реалистического метода, вот, даже элементы сюрреализма можно в поздних его рассказах найти. Правда, злые языки утверждают, что причиной этого был цирроз печени. Он пил совершенно безбожно, вот, и, причем, во время своих загулов был крайне неразборчив в тех компаниях, в которых он, соответственно, выпивал, и в доках, там, и в трущобах, и где угодно. Вот, Саид Фаик имеет еще одну безусловную заслугу перед турецкой литературой. Его, ну, матушка, прежде всего, здесь постаралась после его смерти. Крупнейшая и самая авторитетная турецкая премия литературная в области новеллистики носит имя Саида Фаика, и, честно говоря, тут, в общем, не поспоришь, действительно, по праву. В Турции, как и в большинстве европейских литератур, 20-й век, литературный процесс 20-го века характеризуется тем, что там происходит непоследовательная смена литературных направлений. Вот, а как бы сосуществование двух художественных направлений, да, одновременно, которые то сходятся, то расходятся дальше, то заимствуют друг у друга что-то, то, так сказать, там, плюют на след ноги, значит, соседа, там, ну, все как положено, все как известно. Так вот, в Турции тоже появляется модернистское направление. Прежде всего, это направление характеризуется такой модернистской техникой письма, заимствуется техника, прежде всего, и осваивается, прежде всего, техника письма. В основном, англо-французские модернисты, там и Вирджиния Вульф, соответственно, и Пруст, вот они были кумирами этой части турецкой пишущей интеллигенции. И вот здесь два портрета двух ранних как раз турецких модернистов, это Пиями Сафа. Вот его творчество незнакомо отечественному читателю, а все потому, что он был сначала другом, соответственно, Назыма Хикмета, а потом они разругались. И Назым Хикмет в сердцах обозвал Пиями Сафа фашистом. Ну, как же, как фашиста переводить на русский язык, это же вообще немыслимо. Вот, поэтому Пиями Сафа, хотя писатель замечательный, и, как рассказывают современники, человек был не совсем уж пропащий, и уж, конечно, никакого отношения к фашизму ни с какой стороны не имел, но, тем не менее, вот, так сказать, попал под тотальный запрет. Два романа Пиями Сафа я бы выделил. Это «Девятая палата в хирургии». Это во многом автобиографическое произведение. Пиями Сафа был очень физически не крепок. Вот, а герой этого романа, мальчик, он лежит в больнице, ожидает операцию по ампутации конечностей. И вот его переживания, его, так сказать, отношения к действительности, его мировосприятия переданы и с большим чувством, и с большим знанием вопроса. Еще раз говорю, в чем-то это похоже на судьбу самого Пиями Сафа. Вот, ну и, конечно, его поздний, выдающийся роман «Кресло мадемуазель Норали». Но вот это, пожалуй, первое в полном смысле слова модернистское произведение в истории турецкой литературы. Ахмед Хамди Танпенар. Автор нескольких романов. При жизни он пользовался колоссальным уважением, но не как литератор, а как историк литературы. Он преподавал, и его вот история турецкой литературы XIX века до сих пор, в общем, ценнейший труд по этому вопросу. Только в последние годы его жизни, в основном после смерти, турецкая читающая публика открыла его модернистскую прозу. Это и «Хузур», «Тоска», роман, который, он настолько, видимо, тоскливый, что с ним проблемы. Он уже переведен на русский язык, но до сих пор не может быть издан почему-то. Хотя надеемся. Великолепное у него произведение, но читать его невозможно. «Махур Бесте». Что? Пробовал. Но там нужно обладать специальными музыковедческими знаниями, для того, чтобы его прочесть. Но, безусловно, его недаром называют «услюбчу» по-турецки. То есть, как бы, великий стилист. Он действительно великий стилист. И очень активно пользуется как раз вот этой самой модернистской техникой письма. И его уже поздний роман, который великолепный, и читать его можно, «Институт настройки часов», «Саат Айрлома Инститюсю». Вот это превосходный роман. И вот его хотелось бы, конечно, увидеть. Тем более, что он переведен практически на все европейские языки, кроме русского. В 40-е годы довольно серьезные подвижки происходят и в турецкой поэзии. Три приятеля... Да, извините, что на многих слайдах писатели курят. Это не пропаганда курения, о чем я должен сообщить. Будьте осторожны. Слайды содержат сцены табака курения. Но действительно, турецкие, соответственно, многие литераторы, да и просто обычные турки, многое от души курят и по сей день. Но еще раз говорю, это не пропаганда курения. Так вот, три лицейских приятеля, Архан Вели, крайний, соответственно, слева, Мелик Живдет Андай в центре и Актай Рифат, выпускают совместный сборник стихов, который называется «Гариб». Это начало 40-х годов. «Гариб», то есть странная, необычная, да, можно даже перевести как «чуждая». Этому сборнику был предпослан литературный манифест, в котором они говорили, что метафора и метонимия, они портят поэзию. Они поэзии не нужны. Поэзия должна быть простой, как правда. А еще лучше, еще проще, чем правда. В максимально сжатом объеме должны быть сконцентрированы максимально широкие интертексты и подтексты. Ну и, собственно, они вот это и попытались продемонстрировать своим творчеством. Надо сказать, что сборник «Гариб» произвел шок, тем более, что в османской поэзии по-прежнему еще живы были идеи османской поэзии с ее цветистым, таким бычурным стилем, да. Там некоторые авторы пытались это, ну так сказать, немножко перенастроить, но все равно оставались в русле. Вот последние великие турецкие поэты, которые писали еще орузам модифицированным, это Ахмед Хашем, Яхяким Аль-Биатлы. Они, конечно, по сравнению с ними, вот эти три, ну здесь они уже не очень молодые, но тогда три молодых наглеца были как Демьян Бедный по сравнению с Ломоносовым. Их опыт был замечен, и впоследствии вот это вот направление, их стали называть либо гариповцами, вот, либо треножником, вот, а впоследствии их назовут первое новое, то есть первое новое направление в турецкой литературе. Арханвили, пожалуй, был, ну, может быть, был самым талантливым из них, но, к сожалению, он рано и трагически погиб, и куда бы эволюционировало его творчество, мы можем только предполагать по тем небольшим произведениям, которые он в последние годы вне сборников, там, в разных изданиях публиковал, пытаясь, кстати, экспериментировать с жанрами, в том числе японской поэзии, там, хайку, хокку, да, вот, но он, увы, рано погиб, рано погиб и трагически погиб. А вот Мелик Джебдетанда и Актай Рифат, они впоследствии отойдут от идей своей молодости, вот такой вот суровой лапидарности поэтической, да, и простоты, вот, и наоборот, уйдут в крайнюю изощренность и усложненность поэзии, и сборники, там, «Улица с Чубом», и более поздние их произведения, они ближе ко второму новому, но когда будем говорить о втором новом, тогда об этом и вспомним. А это вот два как бы юмориста турецкие, Азиз Нессин слева и Рифат Элгаз справа. Как я говорил, в их, что называется, юморе, всегда очень активный элемент сатиры, очень активный элемент сатиры, вот, и, ну, это создает такой специфический эффект. Оба весьма и весьма интересные и необычные люди. Азиз Нессин много раз приезжал в Советский Союз, и даже в Ленинграде был. Вот, Рифат Элгаз, к сожалению, нет. Вот, Азиз Нессин вообще необычный человек. Сирота, который воспитывался в сиротском приюте, соответственно, потом мыслил себе военную карьеру, и, закончив офицерскую школу, стал офицером, но вскоре был из армии выгнан за хамство. Вдумайтесь, из армии, чтобы человека выгнали за хамство. Вот, это необычное дело. Он открыл потом бокалейную лавку, и сначала был фотографом, ну, фоторепортажи делал, потом стал писать подписи для фотографий, а потом рассказы. И в результате он становится одним из самых высокооплачиваемых турецких литераторов. Вот, ему платили даже не за слово, а за букву. То есть за каждую букву. В основном он, конечно, мастер малой прозы. Вот, но у него есть несколько крупных произведений. В истории турецкой литературы примечательный его роман «Зюбюк». Есть даже такое понятие, как «зюбюковщина». Это такой образ мелкого чиновника Подхалима, прогибщика и Подхалима. Причем он не ради каких-то там материальных благ или там карьерных соображений. Он просто вот как бы Подхалим по жизни. Предан без лести и Подхалим по жизни. Ну и образ такой, в общем, вполне себе запоминающийся. И вот его как раз создал Азиз Нессин. Азиз Нессин молодец еще по одному поводу. Ну, помимо того, что писатель замечательный. Его много переводили на русский язык. Он лауреат премии «Крокодила» и «Золотой еж» премию. Он получил итальянскую. Он широко известен в мире. И он завещал все гонорары от издания своих произведений в некому благотворительному обществу. На берегу Босфора построен прекрасный детский интернат, школа-интернат, где на полном пансимоне живут дети, учатся. И, соответственно, памятуя о своем сиротском детстве, он, значит, свои гонорары отправил туда. Еще на свои гонорары он создал «Дом отдыха» для турецких литераторов, страдающих алкоголизмом. Это болезнь для литераторов, видимо, во всем мире. Я же говорил, что многие тенденции будут вам казаться абсолютно знакомыми и общими. Так вот, соответственно, турецкие литераторы в этом смысле тоже, ребята, не промах. И время от времени им нужно передохнуть в своем переделке. В «Доме творчества», так сказать. После смерти Азиза Нессина, а он, к сожалению, скончался, вот этим благотворительным фондом его управляет его сын. Кстати, известный физик был, который жил и работал в Соединенных Штатах. Но, выполняя волю отца, оставил свою физическую карьеру и вернулся, занялся вот этим семейным делом. Ну, масса смешных историй у Азиза Нессина и у Рифата Илгаза. Ну, я еще раз говорю, они есть все в переводе на русский язык, так что вполне можно почитать. Есть еще один турецкий, значит, тоже сатирик-юморист, но его здесь нету фотографии, но он, так сказать, склонен несколько к черному юмору. Это Халдун Танер. Халдун Танер. Но он тоже есть в переводе на русский язык. Вот, тоже можно почитать. Вот, у него и прекрасные воспоминания, и, соответственно, замечательные рассказы, но еще раз говорю, некоторые несколько черноватые такие. Ну, вот один у него из детских воспоминаний, значит, чудная история, мне очень нравится она. В школу, где учится Халдун Танер, приезжает партийное руководство, партийно-государственное руководство. Естественно, значит, всех школьников построили, все пишут сочинения, там, за что я люблю родину, там, почему я патриот. Ну, все как положено. Вот, и вот в класс, где учится, значит, маленький Халдун, туда приходит второй президент Турецкой республики, тоже герой войны, такой лихой рубака, Исмет Иныню, вот, Исмет Паша когда-то, потом Исмет Иныню, вот, лихой кавалерист, и он приходит, а Халдун сидит за первой партой, и он подходит к партии и говорит, слушай, говорит, брат, а что ты не пишешь-то ничего? Может тебе подсказать, что? Я про патриотизм все знаю, про любовь к родине, это просто мое второе имя. Вот, хочешь, давай я тебе что-нибудь посоветую, как тему раскрыть, то-се. Мальчик говорит, да нет, спасибо, там не надо, я сам управлюсь. Он говорит, да не стесняйся, учитель говорит, кто что скажет президенту республики, да, кто на него наедет? Да никто. Обращайся, давай, брат, хочешь, я тебе что-нибудь расскажу из славного боевого прошлого, и ты про это как бы и напишешь. Он говорит, да нет, спасибо, дяденька, не надо. Он говорит, ну, ну, а что ты хочешь? Он говорит, я хочу, чтобы вы отошли от моей парты. Он говорит, что, совсем обалдел? Я герой, я президент, в конце концов, наглый, тут все мое. Он говорит, понимаете, у вас такой большой живот, что вы, когда подошли к моей парте, вы животом закрыли чернильницу, вставленную в парту. Я, говорит, знаю, о чем писать, но не могу макнуть ручку, вы закрываете мою чернильницу животом. Ну, вот, примерно такие, значит, истории. Ну, да, да, да. Да, или как дети, у которых не было меча, в морге украли голову, и, значит, использовали в качестве футбольного мяча. Ну, вот, тоже веселая история. 40-е и 50-е годы. Как я говорил, значит, республиканское правительство, увы, не захотело или не смогло решить ключевую для Турции проблему, это земельный вопрос, крестьянский земельный вопрос. Вот он, кстати, не решен и до сих пор, по большому счету. Попытки делались неоднократно, но, увы, результат неадекватен усилием. я бы сказал. Но вот в 40-е годы в Турции появилось такое интересное явление, как сельские институты, кё-институсю. Строго говоря, это не были высшие учебные заведения, это были, скорее, такие средние и специальные. То есть, сельские институты знакомили своих выпускников с основами современной агрикультуры, там были специальные отделения, где готовили учителей начальных классов. Очень полезные и великолепное было начинание, тем более, что они не только этому учились, но и работали в подсобных хозяйствах при этих сельских институтах. Просуществовали они, увы, недолго, потому что, когда выпускники этих институтов стали приезжать в свои деревни, вот тут за голову схватились вот эти самые ага, латифундисты местные. Особенно латифундисты были недовольны школьными учителями, потому что это, как правило, были люди левых взглядов, вот люди, которые вмешивались постоянно в крестьянские дела, помогали крестьянам, в том числе и в судебных процессах против этих самых латифундистов. В общем, вот это сельскохозяйственное турецкое лобби там по прошествии чуть больше 10 лет добилось того, что сельские институты закрыли. Но, что называется, поздно Зина ты полюбила вора. Уже как бы никуда деться было невозможно. Выпускники уже работали, школы уже открывались. По крайней мере, начальное образование дети получали. И, кстати, сельские школы имели специальную графу в своем бюджете. Это на развитие библиотеки, школьной библиотеки. Ну и понятно, какие книги, соответственно, попадали в эти библиотеки, что тоже, в общем, отравляло жизнь тихим, спокойным, богобоязненным и порядочным людям, живущим в деревне. Пожалуй, первым из прославившихся выпускников сельского института и основатель такой турецкой крестьянской прозы это Махмуд Макал. Его роман Безимкёй фактически составлен из очерков и репортажей, которые он, будучи сельским учителем, отправлял в разные газеты и журналы. И вот именно этот роман считается, как я говорил, такой вехой в создании турецкой сельской прозы. А рядом вы видите совершенно другого человека Решат Энис Айген. Он начинал, ну, собственно, и всю жизнь был таким суровым социальным реалистом даже с некоторой примесью такого натурализма в турецком понимании этого слова, когда любые моменты жизни, любые стороны жизни ценны и могут стать предметом художественного осмысления. Он был репортером, причем и в столичных, и в провинциальных газетах, был главным редактором провинциальных некоторых изданий. Репортер он был такой хлесткий, заточенный на сенсационные ужасы. от туберкулеза умирает женщина, и ребенок еще там в течение недели продолжает сосать грудь мертвой матери, умершей от туберкулеза. Ну, вот какие-то такие вещи. Он выпускает свой роман, который, по всей видимости, является лучшим романом о крестьянах 40-х-50-х годов. Топрак кокусу, то есть запах земли. Айген человек был невероятно одаренный, и иногда, когда его читаешь, понимаешь, что из одного абзаца его романа другой бы автор по меньшей мере повесть сделал, ну уж новеллу-то точно, а у него это один абзац, и пробежали дальше. Роман Топрак кокусу поднимает сразу несколько таких вот болезненных для Турции тем. Это и выброшенность рядовых героев войны из новой жизни, и более того, некоторые из них возвращаются в свою деревню, и выясняется, что пока они там кровь проливали на фронтах, какие-то мироеды местные пригрябчили их, и без того крохотный участок земли. Им приходится идти в батраки, чтобы прокормить свою просто заработать себе на жизнь. Правда, справедливости ради, нужно сказать, что у Ришада и Ниса такие обезземленные батраки в результате сбиваются в банду и всем показывают, где правда на свете существует. Но очень много таких сочных, ярких эпизодов из деревенской жизни. Например, супружеская пара помещиков бездетная. В голодный год у крестьянской семьи покупают ребенка по весу этого ребенка, заплатив, взвесив его и заплатив. Девушка выросла, она живет в городе, такая, отчасти эмансипированная девушка. И она на каникулах, там учится в университете, она на каникулах приезжает в эту деревню, и родители ее, настоящие родители этой девушки, упрашивают семью помещиков, чтобы хотя бы посмотреть на дочь, как дочь выросла. Ну, приходят, им разрешают, приходят, она смотрит, она их, естественно, не узнает. И они уже расстроены, собираются уходить, она говорит, подождите, не уходите, я сбегаю за фотоаппаратом, я хочу, чтобы нас сфотографировали, меня сфотографировали вот с такими фольклорными персонажами, не подозревая, что на самом деле это семейное такое фото. Роман «Запах земли» часто рассуждают, оказывает ли литература какое-то, кроме негативного, естественно, влияние на общество. Вот бывает, когда вышел роман Ришада и Ниса и Гена, вопросы, которые в нем были подняты, особенно касающиеся обезземеливания крестьян, обсуждались даже в турецком парламенте. С автором романа встречался президент Турецкой Республики. И по итогам вот этих всех встреч и обсуждений даже были внесены незначительные, правда, но поправки в земельный кодекс Турецкой Республики. Ну, Ришад и Нис еще много чего написал. Ну, вот такой вот автор. Кстати, один его роман тоже есть в переводе на русский язык. Да. Ну, вот два чудных, соответственно, персонажа. Оба по праву считаются культовыми турецкими писателями. Ведат Тюркали. Человек, написавший изрядное количество произведений, но в основном его творчество было связано с турецким Голливудом и шильчам. Он писал сценарии, но по своим умонастроениям он был человеком, безусловно, левых взглядов. Он был дружен и встречался с Абахатином Али, с Назымом Хикметом, и был членом турецкой коммунистической партии. Культовым его имя сделал роман, по-русски он называется День Одиночества, День Одиночества, по-турецки Бергюнтек Башина. Есть тоже на русском языке неплохой перевод. Это метание такого турецкого интеллигента, который переболел уже в молодости, будучи студентом университета, переболел какими-то левыми идеями, более того, он даже участвовал в работе каких-то левых организаций, и он неожиданно для себя влюбляется в девушку, которая студентка, но никак не может защитить диплом. Мы знаем, как это бывает. Все никак не может. И он готов бросить все, семью, свою красавицу, жену и дочку, и полностью отдаться этому вспыхнувшему в нем чувству к этой молодой женщине. А молодая женщина, она из семьи таких потомственных революционеров. И брат у нее революционер, и сама она тоже таких левых взглядов. Дело идет к перевороту 60-го года, и студенческие волнения, и герой романа, и его возлюбленная. А герой все мечется между семьей, любовью, своим мелким бизнесом, заработками. Его еще постоянно подзуживает его друг, такой олигарх мелкой руки. постоянно толкает в какие-то авантюры, то вступить в национальный фронт, правый фронт, то еще что-то. Ну, в общем, когда вспыхивают студенческие волнения, главный герой решает выйти на улицу вместе со студентами. И выходит. но тут происходит вот какая коллизия. Значит, в свое время, в молодости, герой романа уже был арестован, был уже в полиции, но отделался легко, как он сам иронизирует, что парой пощечин только все обошлось. Его выпустили потом. И вот теперь кто-то распространяет слух, что его выпустили, потому что он предал товарищей в свое время. со слухами он бы как-то справился, но самое печальное, что девушка, в которую он влюблен, которая его любит, она поверила этим слухам. И он не знает, как ему доказать обратное. И помните, мы говорили о теме жертвенности. И вот он решает покончить жизнь самоубийством, чтобы своей смертью доказать девушке и окружающим, что он не предатель. Ну, а к тому же выясняется, что девушка беременна, и она ждет, соответственно, ребенка. И она собирается делать, когда узнает, что отец ребенка провокатор и предатель, она решает делать аборт. Но потом на кладбище она понимает, что это все слухи, что это наветы. И хотя ее возлюбленный и мертв, но она зато решает ребенка оставить в живых. А рядом человек несколько иного склада. Помните, я говорил о том, что многие, особенно провинциальные сельские мулы, сыграли не самую благовидную роль в период оккупации. но к 50-м годам такой обличительный пафос, антирелигиозный обличительный пафос, он уже выдыхается. И вот Тарых Бура, очень известный турецкий литератор, он выпускает свой роман «Кючук ага», маленький ага, где реабилитирует таких религиозно ориентированных людей, он их пытается реабилитировать через образ главного героя, который тоже по-своему, он хотя и не кемолист, а выпускник стамбульского медресе, имам сельской мечети, но он тоже по-своему партизанит. Это зеленые партизанские отряды, сопротивление оккупантам под знаменем ислама. Новый подход к этой теме был замечен в Турции всеми, Тарых Бура становится очень популярным автором, и он даже вынужден будет написать продолжение этого романа, «Маленький ага» в Анкаре, он будет продолжать свою партизанскую деятельность, но уже в новой турецкой столице. А потом наступает эпоха трех кемалей. Ну вот двух кемалей вы можете здесь видеть. Архан Кемаль человек, он сын вернее того интеллигента, который как-то вляпался в очередную историю с многопартийностью. Поэтому семья довольно долго жила в эмиграции в Бейруте. И кстати, Архан Кемаль по воспоминаниям современников он до конца жизни не хотел пользоваться современным турецким алфавитом на основе латиницы, а продолжал пользоваться арабской графикой, тем более, что арабская графика, как он говорил, хороша для скорописи. Описал он очень быстро, очень много, но опять же все это уходило в выпивку с друзьями. Известно, что у него было несколько жен, и он получал очень хорошо, его произведения печатались и на расхват были, но деньги все уходили в стакан. Его приятели даже что делали? Они ночью, он писал по ночам, они поздней ночью под утро приходили и в его кабинете тырили то, что он написал за ночь. Воровали его записи, относили в какой-нибудь журнал и говорили «Великий Кемаль пишет новое произведение». Вот первые страницы, ребята. «Хотите его напечатать?» Все говорят «Конечно, кто же не хочет напечатать Архана Кемаля?» Они говорили «Давайте аванс быстро». Давали аванс, аванс они относили жене, а бедный Архан Кемаль потом вынужден был его отрабатывать. Он много написал и романов, и рассказов, многие из них переведены на русский язык. Действительно поражаешься легкостью его стиля. Пишет легко, без надрыва, хотя иногда пишет и о надрывных вещах, но и много его переводили, так что тоже можно с этим познакомиться. А рядышком другой Кемаль и тоже великий Яшар Кемаль. Человек тоже удивительный. Он курт. Он курт. И когда он был мальчиком, во время Курбан-Байрама его отец резал барана и неудачно махнул ножом и выбил глаз мальчику. У него не было правого глаза. Потом на глазах у мальчика ему было тогда 5 или 6 лет. Прямо в мечети его сводный брат убил их отца. Прямо в мечети. Поэтому у Яшара Кемали долго были психологические проблемы. Он в школу только в 9 лет пошел. До 9 лет он даже плохо разговаривал. Это такой певец Анатолии. Анатолийской глубинки. Причем самый кондовый. Чтобы про Яшара Кемали все стало понятно, следует сказать, что он был из семьи потомственных разбойников. И дедушка у него был бандит, и дядя у него были бандиты по материнской линии. Это такие благородные разбойники, которые эфе. У него в семье этих людей он знал очень хорошо. По-моему, дедушка его перестал бандитствовать только в 30-е годы XX века, когда к десятилетию республики была объявлена амнистия. И даже тем разбойникам, которые согласились сложить оружие, давали какие-то подъемные деньги, чтобы они могли адаптироваться к мирной жизни. так Яшар Кемаль начинал как собиратель фольклора. Действительно, он в этом смысле очень много сделал. Юго-восточный анатолий, восточный анатолий фольклор он собирал, издавал, писал об этом научные работы. как писатель он прежде всего очень плодовитый автор тоже был, но прежде всего достойно упоминания его великий роман Тощий Мемет. Обложку тут можно видеть, отчасти по крайней мере можно видеть. О чем знаю, о том и пишу называется. Это великолепный роман о благородном разбойнике турецком. Там с любовными интригами, с благородством жандармов. Соответственно, когда один раз этого инжеми Мемеда практически поймали командир жандармов, зная, что он благородный разбойник, такой Юрий Деточкин. Правда, стреляет здорово. Соответственно, он говорит, а иди-то отсюда. Тем более, что командир жандармов был с одной рукой, а в это время как раз инжеми Мемеда тоже ранили в руку. И там девушка ему заряжала ружье, а он подбрасывая его на здоровую руку, стрелял одной рукой и отбивался. Ну, в общем, вот это второй Кемаль. Третий Кемаль, которого здесь фотографии нет, это Кемаль Тахир. Кемаль Тахир такой убежденный сторонник турецкого социализма. И тоже человек левых взглядов. И тоже, кстати, неравнодушный к фольклору, он постоянно экспериментировал с какими-то фольклорными жанрами. Он в основном известен как романист. И его ключевой роман «Родина-мать» под названием «Глубокое ущелье». Что в голове было у русского переводчика, когда роман «Анаватан» переводит «Глубокое ущелье». Для меня тайны до сих пор. Но перевод, в общем, неплохой. Но это такой исторический роман, который в чем-то осваивает на ином материале жанр исторического дестана, историко-героического народного дестана. Ну вот, эпоха трех кемалей. Да, потом, в 70-е годы, это два паэта, видите, тоже курят. Но опять же, я все предупреждения сделал, какие следовало. Ильханберг и Джемаль Сурыя. В 60-е, в 70-е годы в Турции появляется, это оба поэты, появляется, ну, такое, так сказать, направление, что ли, которое получило название «Второе новое поэтическая школа». Вот, единым направлением второе новое не было. Там были сторонники, соответственно, так называемых, то есть, они разделились на ответе на вопрос, есть ли в стихах смысл, и если есть, не случайен ли он там. Вот те, которые говорили, что смысл есть, и он там не случайен, это одно направление в рамках второго нового. Другие говорили, если есть, то это случайность. Вот, это представители другого, другого подхода. третий, да, ну, значит, а третьи говорили, что, если есть, то случайность, что нет, и быть не может в поэзии вообще никакого смысла. Ну, вот, Ильхан Берг и Джамаль Суруя отдали последовательно дань увлечения всеми тремя подходами. Они писали более-менее вразумительные стихи, и писали стихи, особенно вот, Джамаль Суруя, где строки состоят исключительно из заглавных и прописных букв механически соединенных. Вот, очень смело экспериментировали, но с годами, так сказать, пришли, ну, конечно, не классики, так сказать, стиха, но, по крайней мере, они сместились в сторону так называемых кополы, то есть, закрытые стихи, да, кополы шеир, в которых смысл есть, но его надо расшифровать. Вот, в антологии турецкая поэзия XX века, примеры их творчества, ну, правда, на мой взгляд, не самые лучшие, но, тем не менее, они есть. Кстати, говоря о турецкой поэзии, и о первом новом, и о втором новом, вот какой был любопытный эпизод. Однажды в Турцию, проездом из Мексики во Францию, забрел Филипп Супо. Ну, это такой, так сказать, сюрреалист, ну, конечно, не бретон, но тоже довольно известный. Вот, он в это время совершал вояж по миру, как он сам говорил, в поисках настоящей поэзии, настоящей современной поэзии. И вот, будучи в Турции, он попал на, так сказать, какие-то публичные, публичные читки турецких поэтов. Пришел в полный восторг, и, вернувшись во Францию, он напишет, что, когда он был в Мексике, ему показалось, что вот молодые мексиканские поэты, это и есть истинная поэзия 20 века. Но только побывав в Турции, он и для себя, наконец, понял, что же такое настоящая поэзия 20 века. Вот, так что это все не просто так. Агуз Атай и Лейла Эрбиль. Агуза Атая в своих, ну, так сказать, литературных, если угодно, очерках, которые опубликованы на русском в книге «Другие цвета», Архан Памук назвал Агуза Атая первым подлинным турецким модернистом. Ну, в общем, наверное, наверное, так можно сказать. Агуз Атай прожил недолгую жизнь, он умер от опухоли мозга, но был последователен в своем творчестве. Действительно, его романы, ну, а у него их как бы два с половиной. Это вот роман, который, собственно, является культовым тоже в турецкой литературе «Тутунам и Энлар». Мне кажется, наиболее удачный перевод это «Неприкаянные», где, значит, человек узнает о смерти своего школьного товарища, а школьный товарищ этот, он занимался написанием энциклопедии неприкаянных таких специальных существ, чем-то похожих на людей, но не совсем людей. И герой книги он решает взять дело написания, продолжение написания этой энциклопедии в свои руки, и постепенно он все больше начинает себя отождествлять со своим погибшим другом, ну, и дальше развитие понятно. второй его роман «Опасные игрушки», и третий незаконченный его роман научно-фантастический «Элем белим», как бы «Наука действовать», но еще раз говорю, самый популярный, самый значительный и самый, может быть, интересный его роман это «Неприкаянные». Он не переведен не только на русский язык, но и на другие языки тоже. Полный перевод этого романа существует только на голландский язык. А фрагменты романа есть в переводе на английский язык, причем вот этот перевод поэтической вставки в романе Агуза Атая на всеамериканском конкурсе переводов занял первое место. Агуз Атай повлиял фактически на развитие всего остального турецкого романа. То есть писать в современной Турции роман, не отталкиваясь от тех находок и тех достижений, которые совершил Агуз Атай, уже просто невозможно. Он повлиял практически на все последующие генерации и поколения турецких прозаиков и романистов прежде всего. А рядом милейшая женщина Лейла Эрбиль. В турецкой литературе было такое модернистское направление, которое называется Буналыма Добиаты. Буналыма это кризис, то есть литература кризиса. В основном она объединяла это направление объединяло молодых литераторов, которые так болезненно среагировали на турецкую действительность, особенно на военные перевороты. Так вот, Лейла Эрбиль она начинала как типичный автор вот этой литературы кризиса. Модернистское письмо с такими болезненными изломанными сюжетами, что ли, если угодно. Потом Лейла Эрбиль довольно сильно соответственно эволюционирует. Основной темой ее рассказов прежде всего становится ну искания, ну такие искания довольно сумбурные, если не сказать метания турецкого интеллигента и прежде всего турецкой женщины, неслучайно турецкие феминистки считают ее соответственно своей. И вот на этой теме имя Лейли Эрбиль зазвучало с новой силой. Она становится одним из общепризнанным мэтром турецкой литературы. И в 2002 году международный пен-клуб, она была его членом, выдвигал Лейлу Эрбиль на Нобелевскую премию по литературе. Но премию она, к сожалению, не получила. Тоже есть некоторые ее произведения в переводе на русский язык. А Гуза Ахтая нет пока. Ага, а вот это две чудные женщины, красавицы. И, кстати, не курят, видите. Вот, Дуйгу Асына. Вот, недавно я читал одну статью о турецком феминизме, которая называлась так. У турецкого феминизма есть имя. Это имя Дуйгу Асына. Вот вы видите обложку ее первого романа, который называется «Кадыны нады йог». То есть, у женщины нет имени. У женщин нет имени. Ну, роман, в общем, собран из ее репортажей. Она и на телевидении работала, и на радио, и в газетах, и в журналах. И вот из ее репортажей возник вот этот самый, соответственно, роман. После выхода этот роман довольно быстро был запрещен. Но Дуйгу, поскольку была такая пассионария турецкого феминизма, она подала в суд на цензурный комитет. И 8 лет судилась с цензурным комитетом. И в конце концов уж цензурный комитет не выдержал и сказал, черт с ним, пускай продается эта книга. Кстати, книга ее стала бестселлером в Германии, во Франции и в Скандинавии. Но она очень специфическая. женщина и готова вот все, что касается как только где-то кажется, что права женщин в чем-то ущемляют, она сразу тут как тут с мечом, со щитом оружно явилась. По любому, даже там дебильному поводу. Какая-то колумнист пишет, что как отвратительно смотреть на рожавших женщин, когда они выходят на улицу в мини-юбках, считают, что уже все с ними в порядке и в мини-юбках выходят на улицу. Брякнул, не подумав. Бывает по-разному, что называется. Но тут же появляется Дуйгу Асена, который говорит, гад, как ты смеешь запрещать только что родившим женщинам в мини-юбках ходить по улице? Совсем с ума сошел? Ущемляют наши права. Дуйгу Асена считала, что единственный мужчина, который может занимать какое-то значимое место в душе женщины, это ее сын. Все остальные не стоят вообще ничего. И не достойны ни внимания, ни хлопот, ни забот. Вот абсолютно никчемные существа. Только сын. Сын, да, остальное все кыш отсюда. Второй ее роман был не менее громким. Он назывался Асланда Ашкдаек. По большому счету любви тоже нет. Тут у женщины нет имени, там любви тоже нет. И тоже вполне такой радикальный. Дуйгу Асена несколько раз находилась под судом. Ее обвиняли в развращении малолетних. Но какое это было развращение? Значит, она яростно боролась с ранними браками. Что вот в глубинке в турецкой девушек очень рано выдают замуж. Только-только закончат начальную школу и сразу кыш отсюда. Типа баба с возу, кобыли легче. Меньше угроз для семейной чести. И Дуйгу Асена считала, что это нехорошо и неправильно. И боролась всеми доступными способами. По слухам, она с сотоварищами даже похищала вот этих юных девушек перед свадьбой. И проводила с ними уроки раскрепощения. в частности учила их курить и пить спиртное. Вот в этом ее и обвиняли. Но она, собственно, не особо и скрывала это, но просто вот эти ее поступки суд отказался считать признаками развращения. То есть дело было, но развращения это не было, что называется. Рядом Латифет Экин. И ее может быть лучший роман «Моя милая», ну даже любимая, «Моя любимая наглая смерть». Латифет Экин не единственный, конечно, но самый яркий пример турецкого магического реализма. Она, собственно, это и не скрывает. Она всегда говорила, что она училась у Маркиса. Для ее произведений характерен прием такой, когда многие эпизоды строятся на буквальном истолковании метафоры. Ну и поэтому там появляется такой временами забавный юморок, бабушка учит внучку, которая идет в школу. Она говорит, твоя мама дурь какую-то говорит, что все дети должны обмениваться знаниями. Не будь дурой, не меняйся ни с кем знаниями. Знания у меня мало, но я знаю, что это ценность большая. Поэтому не отдавай свои знания никому, останешься абсолютно пустой и глупой. Ну забавный роман, действительно, история семьи формально приехавшей из деревни в большой город. И какие там коллизии их подстерегают. Еще две женщины «На злые рай» и «Пенаркюр». «На злые рай» это уже постмодернистский роман. Начинала она с рассказов. Ну вот вы видите первую книгу ее рассказов «Девушка не целуй хвост». Главная тема, которую «На злые рай» разрабатывает в своем творчестве это такое как бы код путешествия. То есть ее герои постоянно путешествуют. Ну и через всяческое ироничное перепевание если угодно травелогов и жанра приключений во время путешествия она создает свои романы. Лично мне очень нравится ее роман «Бар влюбленного попугая». Там героиня вместе со своим ангелом-хранителем но ангел-хранитель такой довольно левый персонаж. Он то в воду залезет и как облезлая кошка значит выходит оттуда с поникшими крыльями то он в казино проигрывается то он с какой-то американской проституткой там значит забывает что ему надо охранить он ангел-хранитель должен охранять героиню забывает об этом и запирается с ней там на несколько дней с американской проституткой вот ну путешествие как бы зачин путешествия девушка героиня получает в руки книгу которая так и называется бар влюбленный попугай который находится в лос-анджелесе вот и в одном из героев этой книги она узнает своего погибшего отца ну и пускается в путешествие и географическое и временное там ну и так далее и так далее вот очень иронично с хорошим таким юморком написано ну вот чудный эпизод значит главным украшением бара зеленый попугай являются огромные губы накрашенные которые являются элементом декора но при этом они говорящие вот а еще и курящие вот которые эти губы постоянно у всех стреляют сигареты когда губам говорят что курить вредно губы нагло отвечают а у нас легких нет нам не страшно вот соответственно да ну вот что называется такое такое путешествие забавная дама и забавное ее творчество но вот к сожалению на русский перевода нет рядом панаркюр панаркюр дама серьезная вот как и многие литераторы которых я сегодня называл она довольно долго жила за рубежом вот многие из представителей модернистского направления в турецкой литературе они либо учились за границей либо жили за границей вот либо с родителями жили за границей вот панаркюр в этом смысле не исключение славу ей принесла трилогия таких псевдодетективов ну вот вот первый из этой трилогии романов он так и называется бирджинает романы роман одного одного преступления довольно ловко закрученный сюжет значит некая писательница таких популярных романов вот она собирает своих знакомых и всем значит раздает роли кто-то жертва кто-то значит побудительная причина преступления там своему возлюбленному профессору математике она дает роль сыщика и каждый значит должен прожить что ли свою роль ну вот ну первым не повезло собственно жертве преступления потому что бедного левента тут же убивают как только эта игра начинается все нити сходятся только в одних руках в руках даже не сыщика а вот ее собственно героини которая придумала эту игру вот сюжет развивается довольно прихотливо масса таких прямых и непрямых цитат и отсылок к детективам в основном американским из нет хотя Нарсежак есть Буало Нарсежак есть и есть Гастон Леру в основном американские детективы и такого крутого нуара Чандлер Спиллейн вот эти все соответственно ну и развязка довольно любопытная выясняется что писательницу которая задумала всю эту игру что когда ей было 12 лет вот жертва убитый в самом начале Левент он ее соблазнил и чтобы скрыть свое неподобающее поведение он богатый очень человек он миллионер он заплатил какой-то банде подростков чтобы юную девушку те изнасиловали и чтобы основная вина легла на этих придурковатых подростков вот эта дама выросла стала уже известной писательницей но этот Левент не узнавая ее пытается с ней завязать такие дружеские любовные отношения вот и героиня романа понимает что вот у нее есть возможность отомстить гаду который над ней надругался там в 12 лет и она решает отомстить ну вот таким вот литературным способом но смерть была что называется в заправду вот довольно еще раз говорю довольно прихотливая такое ироничное ну повествование если угодно не этот романы не переведены но одна повесть панаркюр есть в переводе на русский язык Бельге Карасу лично мне очень нравится этот автор во-первых потому что он как бы не прикидывается писателем вот это выпускник философского факультета Стамбульского университета и как бы свои художественные произведения он писал так по ходу дела по ходу дела вот в основном наверное это он считал главным делом своей жизни это было преподавание философии и написание философских эссе вот один из немногих турецких авторов которые по праву могут быть названы философом пишущий философ если угодно вот на русский язык переведен его на мой взгляд не лучший но интересный роман сад умерших котов такое повествование в духе обрамленного ориентального повествования там собрание 12 сказок которые происходят в неком зачарованном городе вот соответственно каждая сказка приходится на один из 12 часов на 12 часовой цикл есть 13 сказка которую рассказывают не подряд а фрагментами и эта 13 сказка как бы соединяет вместе вот это все повествование все повествование строится по законам шахматной партии хотя сам Бельгей Карасу множество раз говорил что он не умеет играть в шахматы но много об этом читал так что вот к сожалению скончался Бельгей Карасу уже вот но интересный был автор и у него есть великолепный роман который называется проводник коловуз вот это абсолютно постмодернистское произведение соответственно там и расследование преступления и соответственно пародируется клише и стилистика готических романов вот и детективных романов тем более что но так сказать вот в романе проводник любопытно что преступление так и не будет раскрыто в конце вот но зато в конце будет автокатастрофа и роман заканчивается гениальной строкой гениальным ну таким небольшим абзацем что там один из тех кто попал в эту автокатастрофу и который был основным рассказчиком Уур главный герой он пишет письмо своему возлюбленному Иксану вот и он пишет что слава богу в автокатастрофе все остались живы вот но значит рассказчик повредился головой и поэтому что было до того и что будет после того автор ничего не знает об этом абсолютно вот вот Бельге Карасу милейший человек да ну вот еще два весьма и весьма известных автора ну Архан Памук в дополнительных рекомендациях не нуждается ему я думаю что скоро в России памятник поставят поскольку нет ни одной его строчки которая бы не была не переведена на русский язык все собрание сочинения Архана Памука уже имеет место быть вот причем некоторые из его произведений даже имеются в двух разных переводах вот что в общем редкая честь там не знаю Шекспир наверное только этого удостаивался когда одно и то же произведение переводится несколькими авторами ну может быть там еще кто-то вот любопытно что Архан Памук так сказать ворвался в турецкую литературу совершенно удивительным образом один из метров турецкого романа о котором мы говорили Архан Кемаль мечтал написать роман о становлении турецкого капитализма вот но не успел написать он поехал в Болгарию там собирать материал и там скончался вот и вот Архан Памук который мечтал стать художником научился на архитектора а в результате стал писателем вот он соответственно сделал то что не успел сделать Архан Кемаль он написал свой первый роман Джавдет Беи сыновья но вот это именно история трех поколений буржуазной турецкой семьи от османских времен до соответственно переворота по-моему там 12 марта переворота 80-го года и этот роман сразу же получил высокую литературную премию в Турции вот но потом Памук делает кульбит уже завоевав себе в общем пристойное имя да он делает кульбит и от такого ну в общем абсолютно социально реалистического романа вот он уходит в постмодернистские потемки и появляется его белая крепость где венецианец и соответственно слуга вернее венецианец он же слуга и паша османский как они меняются ролями как там происходят всякие смены масок переодевания ну и так далее и так далее небольшой роман который приносит Памуку всемирную славу он переведен был практически на все европейские языки потом идет несколько не очень понятых романов это новая жизнь и не хаят вот и безмолвный дом ну публика не очень их поняла но и есть почему скажем в новой жизни Памук пытается как мне кажется объединить христианскую и исламскую мифологию и на этом построить некий такой синтетический сплав что публике не очень оценило вот роман безмолвный дом с СССФ он чем-то перекликается с романом Пиями Сафа помните я говорил один из первых турецких модернистов вот с его романом кресло мадемуазель на роли тоже там найденная рукопись тоже открытие значит неких мистических тайн ну и так далее и так далее потом у него появляется роман черная книга ну это конечно бестселлер на все времена я считаю что этот роман ну он и так пользуется репутацией культового романа в турецкой литературе и кстати вы наверное не знаете но в Петербурге есть общество почитателей этого романа вот у них есть свои сайты форумы там они даже там проводят конкурсы на кто пришлет фотографию которая могла бы быть иллюстрацией к черной книге вот ну по форме это детектив с большим количеством вставных новелл ну в общем можете это прочитать потому что все еще раз говорю опубликовано но клянусь душой я когда был в Стамбуле я увидел что одно туристическое агентство предлагает экскурсию по Стамбулу черной книге вот Иксан Актайонар тоже замечательный автор вот он к сожалению не переведен особенно мне нравится его первый роман Пусулу Каталар Атласы как бы атлас туманных материков да так что ли можно перевести чудный посыл ну известно высказывание Декарта значит пока я мысль я существую да мысль значит я существую так вот некий османский философ вот услышав про эту фразу решил жизнью своей доказать что это не так вот для этого он начинает пить какую-то наркотическую бурду погружаться в такой полусон полуявь а с утра записывать значит все что ему вот в грезах этих видео вот и он считает что он безусловно существует но поскольку он в наркотическом трансе пребывает то он не мыслит вот и жизнью своей опровергает вот известные высказывания Декарта ну а это вот два известных автора Элиф Шафак и Надим Гюрсель как и многие такие заметные турецкие литераторы Элиф Шафак живет практически все время в США и более того последние свои романы она дочка дипломатов детство провела в Европе и более того свои последние романы она пишет на английском языке и потом выходят они в авторизованном переводе на турецкий она любимица всех европейских книжных ярмарок и книжных салонов вот но хотя она использует многие приемы и наработки и модернистские и постмодернистские вот и активно это разбавляет ориентальными мотивами особенно суфийскими вот но на мой взгляд она конечно более автор такой популярной литературы у нее всегда историческое какой-то исторический замес в романах ну вот ну а потом пользуясь современными техниками выдает на гора такое качественное ну довольно бульварное чтиво три ее романа в переводе в переводе с английского оригинала значит есть на русском языке последний чуть получше ученик архитектора хотя и честь который в Турции вышел под названием Искендер вот вы обложку видите тоже в общем неплох тоже неплох Недим Гюрсель вот а этот живет между Турцией и Францией очень прихотливый автор на мой взгляд очень интересный на русском языке вышло два его произведения любовь после полудня и его вот роман Буас Кесен то есть буквально перерезающий горло так назывались крепости построенные турками чтобы перекрыть Босфор вот но в русском варианте названо Завоеватель имея ввиду прозвище Мехмеда вот очень интересный у него роман с таким парадоксальным смешением религиозной символики парадоксальное смещение временных пластов называется дочери Аллаха дочери Аллаха этот роман тоже пытались запретить вот поскольку любой правоверный как я знаем что у Аллаха нету дочерей или все мы дети Аллаха тут смотря как посмотреть вот но высокое цензурное ведомство не нашло признаков богохульства в этом романе но вот этот его роман как раз на русский язык не переведен ну вот примерно такая соответственно картина картина современной турецкой литературы с 1 к 0 0 а 0 0 0